Всем привет! Меня зовут Алексей. Сегодня в выпуске. Прекращение чеканки монет 1, 2, 5 и 25 копеек в Украине. Пластиковые деньги в Украине появятся или нет. Новые правила округления суммы покупки в чеке. Сегодня прошел брифинг Национального банка Украины. Мои предположения с прошлого видео по поводу пластиковых денег полностью подтвердились. Агентство Интерфакс Ирина Антибенко. Скажите, пожалуйста, Национальный банк изучает возможность выпуска пластиковых денег? Или этот проект еще очень далек? Пластиковые деньги выпускаются рядом многих стран, в которых есть, допустим, Великая Британия, компания Деля Рю, или другие компании, которые занимаются выготовлением субстрактов, пластиковых и элементов защища для этих денег. Поэтому, я думаю, что не странно, что в Великой Британии, в Канаде, в Австралии и в других странах, которые входят в Союз Британский, очень широко распространяются эти деньги. Но вместе с тем, нужно понимать, что пластиковые деньги выпускаются в тех странах, где есть соответствующие климатические условия, которые позволяют этим грошам довше обратиться в обеих. У нас на территории Украины, прежде всего, еще было закладено 25 лет тому, мы побудовали повный цикл выготовления самих захищенного папера, и банкнотно-монетный дверь у нас оснащенный буквально несколько лет тому, он был переоснащен новыми линейами для друку бумажных грошей. Поэтому мы не рассматриваем такой необходимости. На сегодняшний день нет, по-перше, использования в Украине этих грошей. По-друге, нужно понимать, что эти гроши дорожче в выготовлении. Ну и, по-друге, для них нужно специальное обладнание, которое, фактически, если так говорить, нужно побудовать новую банкнотную фабрику для того, чтобы выготовить такие гроши. Ну и, по-друге, десь закуповывать основу для друку этих грошей, то есть пластик, может, еще Володой Владимирович, что-то добавить из этого привода. Будь ласкисно, для стран с тропичным климатом насамперед пластиковые банкноты используются. И, безумовно, вартость их выготовления, на что мы обратиму внимание, набагато больше, чем выготовление паперовых грошей. Среди европейских стран, ну, впервые использовала Румуния, и последним временем Великая Британия тоже заменяет. Больше никто из европейских стран, ну, нам неведома информация, что планировал такую замену. И, если взять еще такой момент, как защищенность, то на сегодняшний день, безумовно, паперовые гроши, они больше защищены. Больше защищены, больше защищенных знаков, самым знаков для населеня, для того, чтобы идентифицировать банкноту. Вот, это и водяный знак, и рельефный друк, он на паперовых банкнотах больше відчутен. Пластиковые не имеют такого тактильного эффекта. На это тоже треба звертать увол. В целом, эти кадры я добавил для того, чтобы показать, что, в принципе, возможно, все при большом желании. Вопрос, есть ли желание у нас? Что-то подобное внедрять. Давайте перейдем к монетам. Монеты 1-2 гривны. Сейчас, на самом деле, их неполный тираж был уже выпущен. То есть, по мере того, как мы вывучаем из обеих банкноты, знищиваем банкноты 1-2 гривны, мы вводим монеты. До сегодняшнего дня мы ввели в обеих незначную колькість этих монет, то есть 6-7 миллионов монет 1-2 гривны. Давайте послушаем информацию про монеты, которые практически уже не принимаются у нас в магазинах, и немного статистических данных. Монеты дребных номиналов втратили свою куповельную спроможность. Собівартность выготовления розминных монет перевищуя их номинальную вартость. На жителя нашей страны припадают 293 монеты, вага которых складывается 700 грамм. Национальный банк Украины прекращает карбовать монеты номиналом 1, 2, 5, 25 копеек. Водночас, все эти номинали розминных монет и надалее остаются в обеих. Монеты номиналом 1, 2, 5, 25 копеек продолжатимы выполнять функцию засоба платежа. Я это хочу подкреслить. Грошова 1 гривня и надалее дорівнює 100 копеек. Для спрощения розрахунков встановлюются такие правила за округлення загальною у чеку суми покупки в разе отсутствия монет и у покупца, и у продавца. Сума, что заканчивается от 1 до 4 копеек, заокруглюється в сторону зменшения до найближчої суми, яка заканчивается на 0 копеек. Сума, что заканчивается от 5 до 9 копеек, тих, кто постоянно не мает часу шукать копейки подчас розрахунку на кассе, и тих, кто любит точные подрахунки. Завдяки новим правилам за округлення, впровадженим Національним банком Украины, задоволеними будут усі. Заокруглення працює в рамках 10 копеек. Если в конце сумы фигуруют от 1 до 4 копеек, вона заокруглюется в сторону зменшения. Если в конце сумы от 5 до 9 копеек, вона заокруглюется в сторону збільшения. Если у вас есть монеты необходимого номиналу, вы можете сплачивать точную суму по чеку без заокруглення. Правила заокруглення не будут расповсюджуватись на безготевковой платежи. Отже, выбирайте свой вариант розрахунку. Розраховуйтеся зручно и просто.